МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В городе Риза в Германии прошел чемпионат Европы по спортивной акробатике. Сборная Беларуси завоевала на этих соревнованиях 19 медалей. Семь из них на счету спортсменов Гомельской области. Континентальный чемпионат удачно сложился для национальной команды нашей страны. Два года назад на европейской арене белорусы завоевали на две медали меньше. Это с учетом того, что конкуренция в спортивной акробатике значительно возросла. Признанным лидером, в числе которых и Беларусь уже наступают на пятки. Но сегодня уже такая тенденция, что порой бывает и Россия, и Украина, и Белоруссия может проиграть Англии, Португалии. Ну вот настолько уже выросла акробатика в мире, в Европе. Из семи наград, завоеванных представителями Гомельской области, пять в активе воспитанников Гомельской с Дюшор номер четыре. Во взрослых соревнованиях гомельчанин Артур Беляков в паре с Брещанкой Ольгой Мельник завоевал две бронзы в многоборье и балансе. Тройка в составе Кристины Лешовой, Александра и Ксении Меломед привезла с Европейского чемпионата две награды. В юниорских состязаниях они завоевали золото в балансе и серебро в многоборье. Более девяти месяцев подготовки стали залогом удачного выступления. Тем более, что для спортсменок это был дебют на Евроарене. Мы на первое место, конечно, не рассчитывали, но где-то в глубине души очень надеялись. А вот вообще быть в призах, да, рассчитывали. Удачным дебют на чемпионате Европы получился и для четверки юниоров. Андрей Сербунов, Антон Колесников, Владислав Щербитов и Павел Короткевич выиграли бронзу в вольтижных упражнениях. Говорят, что самым тяжелым этапом была подготовка. На самих соревнованиях главное было побороть волнение. Мы ехали туда хорошо выступить. Ну, выступили хорошо, заняли третье место. Времени на отдых после чемпионата Европы у спортсменов нет. Через полгода следующий ответственный старт – чемпионат мира, где гомельчане также намерены бороться за медали. В Сочи завершился чемпионат мира по футболу среди железнодорожников. Участие в нем приняла и белорусская сборная. Причем нашу страну представляли гомельские спортсмены. Футболисты Гомель Жолдор Транса, клуба из первой лиги имени футбольной команды БЧ. Им есть чем гордиться. С самого начала турнира гомельские футболисты показали соперникам, на что способны. В стартовом матче одолели прошлогодних чемпионов – сборную Франции. А потом в сухую были разгромлены бельгийцы, чехи и немцы. И в финале вновь встретились со сборной Франции. Этот матч получился более чем зрелищным. Его, честно сказать, если показывать по телевидению весь, это такой триллер бы получился. Там все было – и карточки, и удаление, и драки, и все, что… и голов в куча. Французы хорошо играли, и мы хорошо играли. И, ну, вышел в финал. Ну, я рад за ребят, что все-таки 2-1 проигрывали. И в конце, как говорится, уже в три защитника пошли в обманке, сравняли счет. Да, и вышли на дополнительное время. Ну, дополнительное время еще, правда, имели два момента хороших забить. Ну, не реализовали. Ну, бывает. Ну, по пенальти зато Селивонщик вытащил наш пенальти. Итоговый счет финальной схватки 4-2 в пользу нашей команды. Чемпионы мира, как и полагается истинным железнодорожникам, домой вернулись на поезде. На Гомельской земле футболистов встречали овациями. Кроме, собственно, победы, в их копилке еще одно немаловажное достижение. Голкипер Гомельчан Андрей Селивончик держал сухими ворота команды 349 игровых минут, что является абсолютным рекордом в почти 70-летней истории Международного спортивного союза железнодорожников. От международных успехов перейдем к событиям, происходившим на внутренней арене. В чемпионате Беларуси по мини-футболу высшие лиги прошли матчи пятого тура. Игровую программу открыли в Гомеле, местной ВРЗ и столичная охрана «Динамо». Матчи между этими командами еще со времен выступления в футзальном первенстве проходят в напряженной борьбе. Эта игра исключением не стала. Перед матчем ВРЗ находился на верхних строчках турнирной таблицы, на охране «Динамо» в середине. А потому хозяева площадки были в качестве фаворитов. И с первых минут они заявили о намерении взять три очка. Вагоностроители плотно носили на ворота гостей. Те и не сопротивлялись этому. Они выбрали тактику игры вторым номером и искали свое счастье в контратаках. Иногда довольно опасных, но нерезультативных. Прессинг ВРЗ тоже результата не приносил. И на перерыв команды ушли при счете на табло 0-0. Во втором тайме сценарий был тот же, правда эмоций больше. Вагоностроители много атаковали, а потому и возможности для контратак у гостей стали появляться чаще. Однако открыть счет ни одна из команд так и не смогла. Чтобы выигрывать, нужно забивать. И забивать не один, а два, а даже больше мячей. Где нам удавалось это делать, мы выиграли. Где нам не удавалось, вот мы с Борисовым проиграли. Здесь ничью сыграли. Но я скажу, все равно результат положительный. В принципе, у охраны «Динамо» тоже были опасные контратаки. Так что могли пропустить из них. Ну, недостроя не было. Ну, забивать просто надо. Моменты свои были, где забивать. Где-то хорошо вратарь сыграл. Ну, не, как правило, говорят футболисты, не вратарь хорошо сыграл, а мы из вратаря делаем звезду. То есть, ну, мы не забили. Ну, это игра, что здесь делаешь. Значит, так суждено было в этой игре. Гомельская БЧ в рамках пятого тура на выезде играла со столичным мопидом. В отсутствие пяти основных игроков железнодорожники отчаянно сражались. И упустили ничью на последних минутах матча. 0-1. Агрокомбинат «Южный» также играл в Минске против столицы. Хозяева победили без вариантов. 4-0. Светлогорский ЦКК на своем паркете уступил Гродненскому УВД «Динамо» 1-3. Сразу два эпизода принципиальнейшего противостояния Гомеля и Жлобинского «Металлурга» в хоккейном чемпионате страны в течение трех дней. Первая игра состоялась в Гомеле. Во втором матче хозяевами были уже жлобинские хоккеисты. Команды оправдали все анонсы о зрелищности Полесского дерби. Много эмоций, напряженная борьба и интересная развязка. Это Полесское дерби первое в текущем сезоне. В официальных матчах Гомеля и Металлург до игры в Гомеле не встречались. В преддверии поединка «Рыси» были на ходу. Они одержали пять побед подряд. К тому же голкипер Гомельчан Игорь Брекун не пропускал на протяжении почти 155 минут. По итогам первого периода в свой актив он добавил еще 20 сухих минут. Правда, в некоторой степени повезло. Соперник простил ему несколько ошибок. «Рыси» больше атаковали, «Столивары» играли на контратаках. Не на 12-й минуте имели хорошую возможность открыть счет. Мартин Кадлец вырвался на рандеву с Брекуном, однако шайба после его броска пролетела выше ворот. Второй период был похож на первый. Игра была равной. Только мастерство голкипера гостей Павла Шигала спасло их от пропущенного гола. Сначала он смог нейтрализовать опасное добивание Игоря Ревенко, а потом и выход на ворота Павла Волчика. Не давал эффекта и главный козырь Гомельчан в нынешнем сезоне, игра в большинстве. Во втором периоде болельщики заброшенных шайб тоже не увидели. Ну, хоккей – самая скоростная игра в мире. То есть, ситуацию можно быстро поменять. В третьем периоде команды подтвердили это высказывание тренера «Металлурга». На 53-й минуте чешский легионер «Металлурга» Мартин Кадлец удачно поставил клюшку и открыл счет. Через три минуты Евгений Соломонов сравнял, эффектно переиграв голкипера. Однако единицы горели на табло менее 30 секунд. В цели достиг сильный бросок защитника гостей Артура Коварха. На этом все не закончилось. За пять секунд до сирены Андрей Глебов перевел игру в овертайм. Добавленные пять минут отыграть команды не успели. Капитан Гомеля Эдис Брахманис сумел убежать от защитников и поставил точку в этом матче. Я где-то виноват второй пропушенный, так что не очень пока рад. Ну, рад победе, конечно, но надо было тречка. Нервы, напряжение до последних секунд и высокая цена каждой ошибки. Полесское дерби удалось. «Дерби всегда проходит очень упорно. И знали, что матч будет непростой. Получился очень хороший матч. Я думаю, что он понравился для зрителей. Сценарий написали такой. Держал напряжение до конца. И я хочу поблагодарить команду, что она проявила характер. И вроде бы оставалось совсем мало времени, но хотели отыграться и хотели добиться победы. И, конечно, это большое спасибо ребятам». Следующий матч состоялся спустя два дня в Жлобине. Игры мало чем отличались, разве что итоговым результатом. Была все та же борьба. Счет команды также открыли только в третьем периоде. Да и забивали те же игроки, что и в Гомеле. Первым отличился игрок-металлурга Мартин Кадлиц. Сравнял счет герой гомельского матча Эдис Брахманис. В овертайме голкиперы сохранили свои ворота в неприкосновенности. Дело дошло до буллитов. Удача была на стороне хозяев. Обменявшись победами, команды добавили в свои копилки по три балла. Гомель располагается в турнирной таблице на четвертом месте. Металлург на шестом. Уже совсем скоро стартует чемпионат страны по баскетболу среди женских команд. Первый тур запланирован на 17 октября. Открытие первенства состоится на матче с участием чемпиона страны столичной команды «Цмоки Минск». Менчане будут принимать новичка турнира – смоленскую команду «Камея». В первом этапе чемпионата принимают участие девять команд. Кроме общепризнанных грандов, за высокие места будут бороться и несколько команд поскромнее. В том числе и обновленный СОЖ ГГУ. Несмотря на финансовые трудности, гомельская команда готова сражаться в полную силу. Не так давно руководство клуба представило болельщикам молодой состав, который неплохо себя показал в спарринге с горизонтом. Первую игру чемпионата гомельчанки проведут на домашней площадке. 17 октября они принимают брестскую команду «Виктория». В Гомеле состоялись открытые чемпионаты первенства области по велокроссу. В течение двух дней сильнейших выявляли около 70 спортсменов. Среди них как профессионалы, так и любители. Велокросс, несмотря на свою тихоходность в сравнении с велотреком или шоссейными гонками, пожалуй, один из самых зрелищных, технически сложных и экстремальных видов велоспорта. Он требует не только выносливости и почти ювелирного владения велосипедом, но и смелости. Гонки проходят на пересеченной местности, трассы насыщены препятствиями, подъемами и спусками. Однако именно сложности и адреналин привлекают спортсменов. «В данном спорте есть адреналин, есть кураж, то есть чего не хватало мне на шоссе. То есть экстрим, море впечатлений, потому что трассы очень различные. Есть и броды, есть и подъемы, то есть леса, поля, куча всего. Очень интересно ездить». В Гомеле подходящий рельеф есть около микрорайона «Шведская горка». Здесь и проложили круг протяженностью 3,5 километра. Трасса в масштабах страны хоть и не самая сложная, но и она не дала спортсменам расслабиться. Крутые подъемы нередко вынуждали велосипедистов спешиваться, а спуски снижать скорость до минимальной. «Трасса техничная, очень тяжелая. Приходится поработать, особенно на спусках, очень тяжело. Нужно уметь в спину выводить». Лучших определяли в трех возрастных категориях – юноши, юниоры и взрослые. От этого зависела и продолжительность дистанции. Самые маленькие преодолевали один круг, взрослые – пять. В одних возрастных категориях были явные фавориты, в других шла серьезная борьба за медали. Победители представят наш регион на чемпионате страны, который состоится в ближайшие выходные. «Это отборочное соревнование на чемпионат республики, который пройдет 17-18 числа в Гродно. Там будет трасса в Коробичах. Сегодня кто покажет достаточно хороший результат, уже будет претендовать на поездку на чемпионат республики». И на сегодня о спорте все. В следующий раз старты и финиши в эфире, как обычно, через неделю. С вами был Максим Савин. Удачи в делах и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова